В напряженной борьбе в последнем туре определился чемпион. Я поздравляю ребят, я поздравляю всю команду. В этом году футбольному клубу «Севастополь» покорилось уникальное достижение. Впервые в современной истории полуострова игрокам и тренерам удалось оформить золотой дубль. Накануне Дня Победы футболисты подняли над головами кубок Крымского футбольного союза. А в первый день лета подарили болельщикам чемпионство в премьер-лиге полуострова. Трофей за победу в первенстве команде вручили сразу по завершению последней игры с «Крымтеплицей». А вот заветных золотых медалей пришлось подождать две недели. Зато получали их наши ребята на главной площади Севастополя, на глазах у всего города. Для меня это большая радость, огромная, как для коренного жителя Севастополя, Балаклавы, поселка Первомайка. Я очень рад, что мы добились этого дубля. Очень тяжело было, но мы выдержали, выстояли. Я думаю, городу сделали праздник. Болельщики все довольны. Мы тоже довольны. Я горжусь нашим городом. Для меня это номер один. После зимнего перерыва наша команда уступала принципиальным соперникам – Симферопольской ТС «Катаврии» пять очков. Однако весной моряки демонстрировали самый стабильный футбол, наверстали упущенное и не отдали первую строчку никому. Большой вклад в победу внес форвард севастопольцев Редван Османов. На его счету ряд важнейших голов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами. По итогам сезона Редван также удостоился звания лучший нападающий и, главное, лучший игрок. Кумир местных мальчишек никогда не отказывает юным футболистам в просьбах сфотографироваться или оставить автограф. Я сам мечтал об этом, когда был маленький. Мне было очень приятно, если бы расписался какой-то футболист, а сейчас это просят у меня. Конечно, я, честно, никому не отказываю этому, потому что это было у меня. Эти награды, ну три награды, это, конечно, хорошо, но только в нашей работе, в командной работе я получил эти награды. Сам бы я ничего не смог бы делать. Также лучшим в своей номинации стал наставник моряков Станислав Гудзикевич. Отметим, он начинал сезон как ассистент и уже в качестве главного тренера привел команду к золотому дублю. У нас нет времени расслабляться, потому что скоро уже суперкубок, новый сезон и, соответственно, мы должны показывать тот уровень, который показали. Поэтому мы со всей ответственностью отдохнем, восстановимся и обратно в бой. Получив из рук президента Крымского футбольного союза Юрия Витохи золотые медали, футболисты подняли оба завоеванных трофея над головами перед публикой, заполнившей площадь Нахимова. Как минимум на ближайший год они сильнейшая команда полуострова. Впереди небольшой отпуск, но только для того, чтобы перевести дух. 10 августа начинается новый сезон матчем за суперкубок и вновь нас ждет классическое крымское противостояние Севастополь-Симферополь. Противостояние, которое в этом году закончилось в нашу пользу. Михаил Журавский, Юрий Риутин, Севинформбюро.